Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время, у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости канала, те, кто первый раз зашел на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и будете узнавать много нового. Это и расклады общие, а также различные ритуалы, которые вы можете сделать самостоятельно и улучшить свою жизнь. А также в скором времени я проведу видео, отвечу на ваши вопросы, ясновидения. Вы будете задавать вопросы, я скажу, когда, а потом я следующее видео сниму, я отвечу на ваши вопросы. Обязательно должна быть аватарка, ваше фото настоящее, при вопросе имя, полная дата рождения, и вопрос должен быть конкретный. Но такие вопросы, как, когда я выйду замуж, или верните мне его, я отвечать не буду. Вопросы должны быть те, которые действительно волноват вас, и которые очень важны для жизни. А сегодня мы с вами рассмотрим такой расклад общий, что у него на сердце, на четыре короля. Это общий расклад. Если вам нужно, чтобы я провела с вами консультацию, сделала личный расклад, разложила всю вашу ситуацию, привела итог, и что из этого будет, то, пожалуйста, обращайтесь. Все личные данные, контакты находятся под видео в описаниях, а также на самом канале ОКанале. Пишите, пожалуйста, в Вайбер, ватсап, телеграм, имо. Пишите, пожалуйста. Не звоните, потому что, когда я работаю, ваши звонки очень мешают. Везде написано СМС. А теперь мы сегодня рассмотрим вот такой общий расклад на четыре короля. Давайте я вам объясню, как будут короли у нас. Бубновый король. Это мужчина. Светлый. Со светлыми волосами. Светлоросы. Светлые. Рыжие. Молодой мужчина. И чаще всего это неженатый мужчина. Червовый король. Это мужчина тоже со светлыми волосами. Светлые волосы от природы. Оно женатый мужчина или разведенный мужчина. Король крестовый. Мужчина, у которого темные волосы, шатеновые волосы. В основном это кари или зеленые глаза. Он может быть и женатым, и неженатым. И король пик. Обычно на него не загадывают, но мы с вами будем загадывать. Король пик. Это или мужчина в возрасте, или мужчина, который занимает должность, или который имеет бизнес. Но вы можете выбирать просто интуитивно своего короля. Вот каким вы его представляете, таким его и загадывайте. Тогда ответ будет правильнее. То есть ваша интуиция подскажет, кто из королей, вот здесь именно ваш король, ваш партнер. Мы сегодня это делаем для женщин и девушек, этот расклад. Что у короля на сердце? Сегодня. И почему у него это на сердце? Давайте смотреть. Я думаю, что все вы уже загадали короля. Поставьте на паузу, подумайте. Представьте его. Положите рядом фотографию. Можете закрыть глаза, представить его. Подумать о нем. Подержать его за руку мысленно. Улыбнуться. Загадать короля, подумать о нем. И мы начинаем. Тридцать шесть картей. Тридцать шесть чертей. Скажите правду. И только правду. Что у короля Бубнового на сердце сейчас? Что у короля Червового на сердце сейчас? Что у короля Крестового на сердце сейчас? И что у короля Пикового на сердце сейчас? Так, давайте смотреть. Позиция номер один. Король Бубновый. Что у него на сердце? Ну, у короля Бубнового на сердце сейчас. Можно четко сказать, что у короля Бубнового на сердце сейчас. его заботы, его дом, его какие-то хлопоты. Возможно, возможно, здесь его дом и ребенок. Ну, в общем-то, здесь именно его карта идет. То это четко у человека, в основном, это его какие-то дела. На сердце у него какие-то дела. Они связаны именно с его проблемами. Они связаны с какими-то, возможно, документами или деньгами. Сейчас мы посмотрим, доложим из другой колоды. Почему на сердце у короля Бубнового только дела? Почему на сердце у короля Бубнового только дела? Что у короля Бубнового на сердце? Знаете, у корабля Бубнового на сердце сейчас точно явно не любовь. У короля Бубнового на сердце какие-то деловые, какие-то дела в казенном доме. У него какие-то неприятности. Но он очень надеется, что эти неприятности, они разрешатся. И давайте посмотрим, а что нам дадут совет. Совет карты цыганские. Сейчас ему, в общем-то, здесь вот мы смотрим короля Бубнового, но ему, в общем-то, не очень-то до любви. Он занят чем-то. У него свои дела. Да, ему вообще вот по этому раскладу, ему не до любви. В некоторых случаях человек где-то должен поехать в командировку. Человек, этот мужчина, очень злится, нервничает, и дела у него как-то не особо идут. И ему вот действительно не до любви. Вы, если загадывали этого мужчину, и начинаете его спрашивать, а от того, что у него неприятности, то он и на вас рычит, как мы говорим. Он и на вас рычит. Но он надеется, и вот я вам скажу, что процентов на 80, он победит всех своих врагов, успокоится, и тогда уже подумает о вас, о любви. А на данный момент он решает свои проблемы. Вот такой был у нас король бубновый. Король червовый. Для тех, кто выбрал позицию, номер 2, король червовый. Что на сердце у короля червового? Короля червового тоже какие-то несердечные дела. У него какие-то... Сейчас посмотрим мы, конечно. У него какие-то дела в казенном доме. Но такие вот дела, они обычно, то есть, не иллюзия по поводу денег в казенном доме. Возможно, что-то не получил. Возможно, надеялся на что-то и не выходит. Сейчас мы еще раз посмотрим. Добавим карты. Ну, знаете, у него это все тут... Возможно, это дом и женщины, потому что здесь у него и болезни, какие-то из переживаний, и, возможно, разбитое сердце. И вот у него это все идет через какие-то дороги его. Дороги и близкие, и длинные. Ну, это могут быть очень сильные переживания. Вот это у него на сердце. Давайте посмотрим, а что ж у него такое, из-за чего же он так переживает. На сердце чаще всего эта карта может показывать разбитое сердце. Ну, думщик такой у нас, думщик мужчина, думщик, раздумщик. Да, у него связано с какими-то документами. Это на сердце о том, что он сейчас думает, думает по сердцу, что у него самое основное. Он думает о каких-то делах, о каких-то дорогах. Он думает о том, как написать, интересно кому. сообщить. Нет, тут одни сообщения, документы. Знаете, вот по этой позиции выходит, что мужчина занят какими-то делами, возможно, думает о доме крестовой дамы. Если крестовая дама вы, вот вы себя так ощущаете, то у него разбитое сердце от вас, от хлопот, от каких-то поездок, что как-то что-то не выходит. И он хочет и написать, он хочет что-то сообщить, он все думает, думает, как... И в некоторых случаях проиграется, что вот этот червовый король очень боится потерять любовь. Если это вы, то вашу. Но он очень надеется. Он надеется, вот у него дороги, и, возможно, человек очень хочет приехать к вам и надеется, что удача будет, и он будет рядом с вами. Это не обязательно какая-то длинная дорога. У некоторых проиграется, да, и длинная. А у некоторых это не длинные дороги. Но человек очень ждет этой встречи, очень хочет этой встречи, но очень боится, что вы его можете отвергнуть, потому что у него разбито сердце от вас. Разбито сердце от вас. Ну да, он сам. Он сам должен все решить. Да, в некоторых случаях действительно проигрывается, что человек может быть находиться где-то не с вами рядом. В некоторых случаях это может проигрываться, что человек где-то или в каком-то обществе, или куда-то отъехал. И вот он думает о том, что он хочет приехать, у него разбитое сердце. Ну вот по этому королю можно сказать, что он к вам благосклонен. Вот такой у нас был червовый король. что у него на сердце именно сегодня. Давайте посмотрим дальше. Крестовый король. Крестовый король у нас. Позиция номер три. Крестовый король. Крестовый король тут думает о любви. Разговоры любовные. Крестовый король у нас тут думает о любви. Интересно, о вас или о ком-то? Сейчас посмотрим. Ну да, что-то у нас сегодня прям... Ну вот знаете, он думает о... Если это вы, то он думает о вас. Но омрачается тем, что у вас или была ссора, или какое-то недопонимание. Но он очень хочет поговорить. Да, это была какая-то ссора, но в голове у него, то есть не в голове, а именно в сердце. В сердце у него искренние чувства. Но он переживает. Он очень переживает. Была именно ссора, и вы в этой ссоре задействованы. Что у него вот на сердце? Хочет ли он помириться? Или что он хочет делать? Давайте посмотрим. Крестовый король-то. Эх, крестовый-крестовый король. Могу сказать вам, что крестовый король вообще-то эгоист. Знаете, вот он думает, в сердце у него, сердце у него плачет. А вас, о червовой даме, или о какой-то даме, но если это вы червовая, то это вы. Он плачет, плачет, да, сердце у него плачет. Но он такой обидчивый, что вы его обидели, что это ссоры, какие-то обиды. Он так эгоистичен, что вот он все тянет на себя. Или тянет на себя все, или считает, что и пусть, и пусть как будет, и пусть все отрежется. Ну, пока человек в очень сильной обиде. Ничего он не хочет предпринимать, это, а сердце плачет. Решать мы ничего не будем, но плакать мы будем. Или думать, как было прекрасно, какое было прекрасное время, но какая все-таки это моя такая половинка, или моя партнерша, да что же это такое, да как она посмела, да все, ничего не надо. Он сейчас в такой обиде, весь разобиженный наш крестовый король. Но он эгоистичный, потому что так вот ложатся карты про таких людей, которые вместо того, чтобы подумать и принять решение, проще всего, да пусть будет как будет, да я не прощу, да таких как ты столько, ты-ты-ты. на самом деле это просто показуха. Потому что человек-то, мужчина-то просто боится, что вы возьмете бабах и пошлете его на несколько букв. Ну на три, например. Ну давайте посмотрим, а что итог. Ну итог, да, мужчина по этому раскладу, очень у нас эгоистичный мужчина, но очень интересный мужчина, которого вы обидели, была ссора или что-то такое, и он весь разобижен или отвергли, может быть, его, что вот, а на самом деле и думаем мы про эту даму, да и влюблены мы в нее. Вот это у него на сердце. Вот такой интересный крестовый король у нас вышел. Это то, что на сегодня, то, что именно сегодня на сердце у этого короля. Давайте посмотрим, и теперь у нас остался благородный король. Вот так мы положим, чтоб не мешались тем. Благородный король. Кто загадал пикового короля? Ну, пиковый король наш. Мужчина в возрасте или в чине? Ну как тут? Ну, конечно, он думает о какой-то дамочке. Но здесь некоторых может проиграться, что этот мужчина думает об интересах своей дочери. Иногда бывает и так. Или близкой родственницы. Но чаще всего это, конечно, проиграется тем, что мужчина думает об интересах вот этой женщины. А она у него на сердце. Если это вы, то это очень прекрасно. А давайте посмотрим, что же действительно. Что же такое у него? Ох! Ну, тут выпадает у нас треугольничек со всех сторон. В некоторых случаях, можете не волноваться, то есть есть в некоторых случаях проиграется, что это ребенок вот с этой женщиной. И здесь любовь. А в других случаях это проиграется, что у мужчины действительно есть треугольник. То есть вы по своей ситуации смотрите. Потому что это просто карты игральные, и мы смотрим общий расклад. Да, у него вот интересы, у него вот этой женщины. А любовь у него и встречи, и свидания вот с этой крестовой. Ну, и к крестовой нужно ехать, то есть она не рядом с ним. То есть вот в некоторых случаях проиграется, что вот здесь вот женщина, которая с ним живет, и ее интересы проигрываются. А здесь женщина, которой надо ездить, но которую он любит. Здесь вот по этому раскладу в некоторых случаях именно проигрывается треугольник. Здесь вот я смотрю, нет, тут нет никакой магии, здесь просто есть отношения. Но если вы, если вы жена и загадали, если вы жена, вот тут вот проигрывается, то это ваш ребенок. Чаще всего это девочка, то есть это интересы о детях, о семье, о деньгах, о семье. Если же вы не жена, то здесь проигрывается, чаще всего здесь проиграется именно треугольник. Ой, ну какой же ты у нас интересный, благородный король, пиковый, какой же ты у нас интересный. Но сидя в бороду без в ребро, кто загадал пикового короля. И вот у него все под Богом, понимаете, он так все делает правильно. И во многих случаях получается, что он не хочет обидеть ни одну, ни другую сторону. Если вы загадали своего мужа, то здесь получается, что ваши отношения под Богом. ваши отношения, ваш брак, он охраняется Богами. Если вы загадали просто партнера, то да, у партнера есть еще кто-то, и он влюблен в вас. Но из семьи, если он женатый, он не уйдет, этот мужчина. А вот для семейных, да, это очень хороший расклад. Так что пытать не раз... Я всегда вот всем говорю, разорвать все, разбить очень просто. А вот склеить потом невозможно. Даже уже склеенное, оно уже негармонично. Оно уже некрасиво. Уже видны эти трещины, как бы их не заклеиваю. Ну и какой совет? А совет здесь, что надо нести этот крест ему. Если здесь треугольник, то нести ему этот крест до конца и по жизни. Если это... Мы рассматриваем ту ситуацию, кто выбрал, что это ваш муж, то, я вам сказала, вы благословлены богами, и действительно вас освящает священный крест. Потому что крест может означать разное. Да. Тут мужчина очень сильный. Во многих проиграется, что это очень сильный мужчина. Очень сильный мужчина. Вот что у него на сердце. Еще раз повторюсь, потому что так двоякая ситуация. На сердце у благородного мужчины, кто загадал пикового. Это или чиновник, или содержит бизнес, или мужчина в возрасте. Если вы семейная пара, то ваш брак от богов. И мужчина думает четко о семье. Можете не волноваться. Куда бы он там ни смотрел, он в семье. Никуда он все равно не денется. У него есть обязательства. Если вы просто партнерша, или вы любовница, тогда здесь есть треугольник, но из семьи человек. У него есть обязательства. Он тоже не очень-то собирается уходить. Но его... Вот все, что он делает, он благословен богами. Вот этот мужчина вот такой. Ну, а как будет по вашей ситуации, то есть пока, например, если треугольник, то он не разорвется, пока он так и будет. Потому что мужчина выполняет свои обязанности по дому, по семье, но он влюблен. Вот. Такие сегодня у нас были расклады по королям. Это был общий расклад. Может быть, даже такого короля, вот как у вас, по этой ситуации, и не вышло, потому что это общий расклад. Невозможно на тысячи-тысячи человек, чтобы все ситуации совпали. Поэтому это учитывайте. Также это был расклад, что у него на сердце сейчас. Сейчас и почему. Мы это рассмотрели. Я вам желаю счастья, удачи, радости. Все общие расклады не воспринимайте очень серьезно, потому что это общие расклады. Да, они очень похожи. Часто именно по ситуации вашей. Когда вы называете, вы гадаете, я не гадаю. Я подключаюсь к информационному каналу, подключаюсь к определенному, вот загадываю король, к определенному королю или к определенной позиции. Это называется ясновидение. И поэтому личные у меня, кто заказывает расклады, у меня не как таковые расклады. Я смотрю карты. Я различными способами смотрю. Но у меня именно ясновидение, именно предсказание. Я вижу несколько путей, дорог, ситуации и как по какой пойти. А выбор всегда за вами. Ведьмы никогда не говорят, делай так. Ведьмы всегда показывают, какой есть путь. И помогают человеку, чтобы он выбрал правильный. Но выбор всегда за вами. Я вам желаю счастья, добра, удачи и любви. Я вас очень-очень люблю, мои дорогие подписчики. У нас уже за три с половиной месяца уже больше 23 тысяч подписчиков. Поздравляю и вас тоже. Я вас очень люблю. Пишите комментарии. Пишите мне в личку, в WhatsApp, Viber. Я стараюсь всем отвечать. Всего доброго. До свидания. До новых встреч. С вами была я, Вивиена. Пока-пока.